Друзья, всем привет! Сегодня очень короткое видео, не хочу сильно заострять на нем внимание. Для тех, кто не знает, мы собираемся на сплав. И все для этого уже подготовили, остались незначительные доработки. Сейчас мы красим плод, точнее вы уже видели, как мы его покрасили, и делаем печку для того, чтобы можно было приготовить вкусные блюда на нашем сплаве. Хотим сделать сплав не просто рыбалка, охота и отдых, а хотим сделать это все в таком кулинарном поединке. Чтобы вам было интересно, чтобы нам было приятно, чтобы было чем заняться всю эту неделю сплава. Включу музычку и под музыку буду просто показывать, как я эту печку делал. И сейчас получится очень миниатюрная, красивая печка, которую вы увидите в течение ближайших 5 минут. Смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А теперь нужно сделать духовку, потому что Иван у нас будет готовить самсу, оладьи и чебуреки. Он обещал, он обещал, он обещал, да. И плов в афганском Казани. Смотрите, что получилось. Ну, вверх вы видели? Духовочка. Духовка на одну порцию курицы. Далее открываем тут колосник, все как надо. Поддувало. Все отлично. Все работает. Сейчас затопим. А, ну еще. Еще вот это. Вот тут надо только продумать, как вот эту штуку доставать. Все-таки. То есть будем... Я думаю, что, смотри, не убирая ее, все равно можно что-то готовить. И для этого одна дырочка, если была бы какое-то отверстие, можно было бы зацепить и ее выдернуть. Правильно? Ну, либо, да, болтик, который падает. А, или который падает, болтик, да. Что-то такое. Потому что по-другому ее тут ничем не подчеркнешь. Если тут огонь горит, только надо будет скрывать иконикой червой. Это крэм. Короче, нормально. Все. Осталось покрасить. И все готово. Так, ну и парни, для затравочки, конечно, я должен был вам показать эту красоту. Он нас будет вести, собственно. И главное, он такой устойчивый, ровный, классный. Все ровненько получилось. И с той оперы, что сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Правильно? Так, парни, ну все, что я обещал показать, показать. А, нет, мы же его еще не растопили. Сейчас мы его прожжем, затопим, чтобы дымок пошел. Хотел приготовить какое-нибудь блюдо, снять, как мы топим эту печку, но просто это надо показать. Решили сразу попробовать ее. Приближено к реальным событиям. Реально приближено. Потому что на улице льет по-дикому. Мы работаем. А работаем потому, что времени осталось не так много до сплава. И нам надо все протестировать, успеть. Чига чуть на саморез не наступил. Вань, поддувало открыть надо. О, все. Смотри, какой у нас пароход. Мне кажется, надо все-таки... Надо все-таки вон там просверлить дырку боковую. И чтобы духовка не ходила. Она уже, смотри, ее повело. Ее крутят. Представь, она накалится и посвернется. Неудобно же будет. Неудобно свернется. Не надо, думаешь, зафиксировать? Что там в духовке? Какая температура? Реально горячая? Горячая она уже. Прикол. Так, пусть кипит, посмотрим. Мы сделали одну полку, чтобы сюда курица входила. Вот. Ну, прекрасно. Мне нравится. Это моя третья печка в жизни. Миша уже готов ее купить за 20 тысяч себе на пасеку. Ну, 20, ты сказал. Ну, 25. 18. 18,500. 600. 600. Ты в какую... Я еще знаешь, почему вот эту штуку П-образную так проварил? Я подумал, что вот здесь либо крепление для совков лопаток, которыми можно выгребать, либо сделать там полочку для чего-либо. Чего-либо. Так, друзья, и осталось всего лишь покрасить нам эту печку, и все будет готово, и все будет супер, и красиво, и классно. Для первого похода, ну, просто супер. Печка разогревается моментально, греет очень хорошо. Для эстетики покрасил. Так, все, сейчас крашу палубу, подметую ее, крашу ее в цвет. Вот, Рустам, он занимается покраской уже всех полов у нас. Все остальное, в принципе, покрашено. Лежаки, фасады, все покрашено. Плод готов к мероприятию. Так что, друзья, все, до скорых встреч, увидимся. Пока, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok